Пантелеймон Сергеевич Романов Здесь писатель восстал против половой распущенности среди молодежи под маской раскрепощенной морали, но за свою густую постозную живопись навлек обвинение в Арцебашевщине. Тяжелое обвинение. Забыта была его чистая автобиографическая проза, его острая сатира, бичующая обывательщину, мещанство и пошлость. Забыты были слова Луначарского о его чрезвычайно высокой художественности. За ним утвердил и славу писателя с дурным вкусом, с тем Пантелеймон Романов и отошел после долгой мучительной болезни. Сейчас происходит возвращение Пантелеймона Романова. Можно не сомневаться, что писатель вновь завоюет читательские сердца. Удивительно живучесть его малой прозы. Проблемы, волновавшие Пантелеймона Романова, и сейчас не утратили интереса, а словом он владеет мастерские. Рассказы Пантелеймона Романова прочтет артист Николай Пеньков. Стихийное бедствие. В деревне Глазовке, в саду, принадлежащем обществу, оказался небывалый урожай яблок. Ветки деревьев пригнулись от тяжести плодов до самой земли. Каждое утро собирали целые вороха падалиц около главного шалаша и не знали, что делать с яблоками. По саду метался какой-то мужичок в лопотках с трубочкой. Пригинался, заглядывал куда-то из-под руки вдаль под ветки и кричал, «Подставь под нее подпорку-то, не видишь? Опять раздерет ведь дерево!» «Ох, мать честная, и откуда ее навалилось столько?» Потом, увидев ехавшие ваза с яблоками, бросался туда и опять кричал, «Куда ж вы их везете, черти?» «В овраг! Куда же их?» «Сам знаю, что в овраг! И попрете через деревню! Объезжай кругом через плотину! Ни черта голова не работает!» «Дядя Игнат! Говорят, комиссия сейчас придет!» Сказал подошедший мужичок в зипуне, босиком, с засученными штанами. «А черт-то мне эта комиссия! Тут вот хуже комиссии!» «Ишь, матушка вылезла! С голоду буду дохнуть, на такую должность не пойду!» В воротах сада показалось несколько человек. В картузах, в поддевках, уполномоченные от общества. «Ну и урожай!» Сказал один, подняв бороду и поводив глазами по деревьям. «Без урожая плохо, а с урожаем еще хуже!» Сказал другой. Все подошли к длинным пирамидальным ворохам и остановились. «Пудов тысяча будет!» Сказал председатель комиссии. «Больше! Тут все две будет!» «Игнат!» — крикнул председатель. «Поди-ка ты сюда!» «Игнат! Тебя кличут!» — сказал разутый мужичок. «Слышу! Сейчас!» «Только ходят, осматривают!» «Что же ты с яблоками делаешь?» «А что?» «Ведь ты их все сгноил!» «Я их не гноил!» «А как, если две недели лежат под дождем?» «Так что ж им больше делать?» «А почему у тебя они лежат под дождем?» «Подвал на что?» «Везде насыпано!» «Ведь их какая сила!» «Пошли к подвалу!» «Что же они у тебя?» «И тут все протухли!» Сказал председатель, поведя носом. «Как же им не протухнуть?» «Кабы они на вольном воздухе лежали!» «Ведь их вон какая сила!» Сказал опять Игнат и ткнул пальцем в яблоки. «Сила!» «Вот ты и должен!» «Что ж должен?» «Тут одного Ярового было больше тысячи пудов!» «А где ж они?» «Где?» «Под бугром!» «Тут, что ли, оставлять?» «Ты б назывался кому-нибудь!» «А то сидишь, небось, так!» «Кому?» «Вот какая-то баба куренка принесла!» «Выменила на полмеры!» «Да и то хромой!» «Все оглянулись на куренка!» «Это ежели за все яблоки один куренок пойдет, ему цена не меньше десять тысяч целковых!» «Но прямо беда, ей-богу!» «Сказал председатель, разведя руками!» «Засыпали и засыпали, прямо с головой!» «Эй, дядя!» «Яблоки у вас никому не нужны!» «Крикнул он проезжавшему мимо сада Прасолу, у которого в задке телеги лежал, завернув голову, молоденький теленочек!» «Тот придержал лошадь, молча снял шапку, подумал, глядя в сторону, потом сказал, «кажись, не нужны!» «Так, может, на куренка на какого обменяешь?» «На куренка!» «У нас вон у самих бегает!» «Говорят, за рекой, будто не урожай, туда требуют!» «Туда верст тридцать, все сорок будет!» «Ну вот!» «Ведь на нее ящики нужно, сказал председатель!» «А без ящиков она не дает, небось!» «Нипочем!» «Вся вдрызг потрясется!» «А много у вас!» «Прямо беда!» «Задушила на отделку!» «И откуда столько выперла?» «Сад уж лет пять знать не окапывали, не поливали ни разу!» «А он, видишь, врасплох захватил!» «Не знаем, что делать!» «Ежели б сложить со всем обществом по пятерке!» «Да сток бы купить, ящиков наделать!» «Никто не даст!» «Сказали все!» «А там еще, небось, за провоз платить надо будет!» «Вот на месте не купит ли кто?» «На месте трудно!» «Сказал, подумав проезжий!» «Ах ты, мать честная, что делать?» «Прежде бывало, от ребят стрижом!» «А теперь хоть бы они лопали окаянные, и те не жрут!» «Заелись!» «Свиньи, может, будут есть!» «Сказал проезжий!» «Свиней мало водим!» «Мало того, что прибыли от них никакой!» «А еще убыток!» «На медней санитарная комиссия, лихая ее возьми, навернулась!» «Вы, говорит, тут холерную эпидемию разводите!» «Теперь вон в овраг возим!» «А тридцать копеек за подводу платим!» «Сколько нынче свез?» «Спросил председатель у сторожа!» Тот лениво посмотрел на солнце и сказал «До обеда уже четвертый раз поехали!» «Вот она вот! Трижды четыре двенадцать, мать честная, три рубля шестьдесят копеек!» «Ведь это что же, разорение моей матушки!» «Е-да!» — сказал проезжий «Спасибо хоть за съемку натурой берут, а то бы всю деревню по миру пустили!» «Человека бы найти какого-нибудь!» — сказал уныло член комиссии «И это первое дело! Без человека нельзя!» «А где ж его найдешь?» «Все задумались!» «Деревня-то большая у вас!» «Деревня большая! Шестьсот душ!» «Так...» «Главное дело, у нас урожай на хлеб плохой!» «Тут бы, ежели эти яблоки продать, два урожая хлеба на них закупить можно бы!» «И это как раз!» «А тут за них, за эти яблоки-то! Черт бы их взял! Эти комиссии!» «Глядишь, сотенную за лето выложить придется!» «Две тысячи пудов под бугор свалить!» «Тоже средства нужны хорошие!» «Да, без капитала нельзя!» «А вот у часовни чей-то сад!» «Вот орудуют-то! Матушки мои!» «Целыми обозами в Москву гонят!» «Может, человека нашли? Кто их знает?» «А может, урожай меньше?» «Проезжий поехал, а комиссия присела у ворот на бревне покурить!» «Прямо можно сказать, стихийное бедствие!» «Проговорил председатель, посмотрев на яблоню, увешанную яблоками!» «Бывало, червяк хоть на нее нападет, градом бьет, а нынче как заколодило!» «Ничего! Вот еще какие-то едут!» «Дядя, яблочко не нужно!» Ехавшие три мужика остановили лошадей «Живот что-то болит!» «Сказал один, посмотрев на яблони!» «Нечто для почину!» «Сказал другой!» «Сыпь, картуз возьму!» «Почем?» «За картуз пятак!» «Копейки довольно! Ведь у вас яблок-то сила!» «Черт бы ее подрал, эту силу!» «Со всех концов за нее платишься!» «Меньше пятачка нельзя!» «Почитай, не ошибись!» «Сказал парень, трогая лошадь!» «Постой, постой, постой!» Крикнул председатель, что-то вспомнив «А человека у вас нету там какого-нибудь?» «Какого вам?» «Да вот с яблоками распорядиться!» «Парень подумал, потом сказал, нету, нету!» «Как на грех, свиней мало!» «Сказал один член комиссии!» «Вот то-то и дело!» «Что хуже этого яблока товару нет!» «Захватит врасплох и конец!» «Свиней тоже в одно лето не народишь!» «А там свиней наготовил, глядишь, яблок нету!» «Вот и угоняйся за ними!» «Прямо разорение! Ей-богу!» «А я так смотрю!» «Весь его к чертовой матери надо!» «А то еще таких урожаев два-три!» «Ведь это ж петля на шею!» «Тринадцать бревен» Мужики деревни Свиной Рог имели луга за рекой и всю жизнь мучились во время покоса. Все сено приходилось перевозить на двух-трех лодках. И для поездки в город приходилось делать крюк в три версты на мост в соседней деревне. Прошел слух, что совет идет навстречу, дает материалов и даже денег на постройку. Мужики не поверили, но факт подтвердился. «Не все их ругать, а приходится и похвалить», говорили мужики. «Как же не похвалить, чудак-человек? Ведь если бы, скажем, это большой проезд был для всей округи, ну тогда государство должно уж позаботиться, а то для одной деревни и то, пожалуйте, мост готов, вроде подарка, а то ведь измучились». «Измучаешься! Каждое лето по охапке из-за реки сено таскать. Больше его рассоришь, чем перевезешь». «Нет, ведь это что? Мало того, что бесплатно лесу отпустили, а еще плотников оплатить хотят». «Какие ж плотники! Мы сами же и делать будем. Вот то-то и штука-то! Выходит, что и мост получим, с неба свалился, и еще подработаем на нем». В ближайшее воскресенье возили доски из леса всей деревни. Вышло как раз поровну, каждому пришлось съездить по одному разу. Остались незахваченными только тринадцать бревен для свай. В понедельник сразу же приступили к работе. Одни тесали на берегу бревна, другие строгали доски, чтоб уж мост был, как игрушечка. «Люба смотреть», говорил кто-нибудь, проходя мимо. «Как начальство хорошее, так и работать, Люба», отвечали мужики. «В начальстве все дело». «А как же!» «Спокон веку на лодках все натаскали, никто не заботился. А теперь поглядели, видят, что мужикам не способно так, нате вам материалу, нате вам денег», говорили мужики, стучат опорами. «Кабы начальство везде было хорошее, тут бы делов натворили страсть. Ведь вот мост-то через неделю уж готов будет». «Взялись здорово», сказал черный мужик в длинной рубахе. «Кирюха, подождал бы свай-то ставить», прибавил он, обращаясь к шустрому мужичку, который, сняв только портки и замочив рубаху до пояса, лазил в воде, принимая бревна, которые спихивали к нему с берега. «Чего ждать-то?» спрашивал Кирюха, поправляя мокрой рукой наехавший на глаза картуз. «Чего? Что ж у тебя свай-то, только ведь до половины реки хватит. Пущай остальные тринадцать бревен привезут, тогда и ставь заодно все подряд». «Ни черта! Пока мест их привезут, а у меня уж пол моста будет готова». «Да как же насчет этих тринадцати-то?» спрашивал кто-нибудь. «Надо бы привезти их». «Вот, воскресенье придет, тогда всей деревней и поедем». «Да что ж там всей деревней делать? Там подвод шесть надо, не больше. Шесть человек отрядить, вот и все». «А что, за них плата какая-нибудь будет?» «Плата никакой, потому что все израсходовали в прошлый раз. Да уж, кажется, и совестно плату спрашивать. И так для себя же возили, и нам же за провоз заплатили». «Дальше идти некуда. Что ж, тринадцать штук не можем бесплатно для себя привезти». «Это, конечно, что говорить?» «Ну вот, поезжай!» крикнул Кирюха из воды. «Да я-то поеду, я не отказываюсь. А мне еще пять человек давайте. Что ж я, один буду возить. Вот поедем со мной. Что ты там в воде-то все чупахтаешься?» «Я дело делаю, а не чупахтаюсь». И как только заходил вопрос о том, кому ехать, так все оказывались необыкновенно заняты. Кто стучал топором, не разгибая спины, кто натягивал набеленный мелом шнурок и щелкал им по бревнам, кто забивал сваи в воде. «Я бы поехал», — говорил кто-нибудь, поднимая голову от бревна, который он тесал. «Да у меня кобыла брюхатая, где ж ей бревна таскать? А ведь их пропереть пять верст тоже штука нелегкая. И черт их знает, как они остались. Почему их в один раз-то не захватили? Почему не захватили? Потому что не поместились на подводы. Прямо ей богу досада. Какой-нибудь пустяк, как глядишь, все дело задержит. Ничего не задержит, привезет кто-нибудь. Но каждый старался не очень говорить о них, чтобы ему не сказали, кричишь больше всех, давно б уж перевозил их. И поэтому больше делал вид, что все в порядке, бревна пока что не нужны. А Кирюха уже догнал мост до половины. Бревна давайте, сваи ставить надо, кричал он. Откуда ж мы тебе их возьмем? Отвечали с берега. Делай там еще что-нибудь, а завтра привезем. Все уже сделано давно. Он вылез из воды вместе со своими подручными, надел портки и сказал, наше дело кончено, пойдем похлебку хлебать. А когда бревна привезете, тогда кликните. И, вскинув пиджаки на плечи, пошли к деревне. Все посмотрели им вслед и сказали, наработались. Чего же мы-то будем тут околачиваться? Наперед подготовим, сказал кто-то. Когда бревна привезут, у нас уж все будет готово. Говоривший это, воткнул топор в бревно и сел покурить. Остальные тоже. Воткнули топоры. На другой день пришли опять на работу и стали тесать. Но мост, покинутый остальной партией, выглядел сиротливо, так что у работников было такое впечатление, как будто они работают над каким-то брошенным делом. Стало скучно. А перед обедом пришли остальные с Кирюхой во главе и крикнули, привезли бревна. Кто ж их тебе привезет? Мы дело делаем. Это вы там похлебку хлебаете? Ну, пока мяс не привезете, мы и ходить сюда не будем. Повернулись и пошли. Мужики Мужики посмотрели им вслед и сказали, что за господа такие футы-нуты, бревна им возить. Посидел на мосту, так уж фасон сразу взял. Мы, выходит, для них не то подмастерье, не то и вовсе черт те знает что. Пусть я и сначала сваи вобьют, тогда мы будем работать. А то, что ж мы над пустым местом будем сидеть тут? Выходило так, как будто ушедшая партия была какими-то барами, а эти их рабочими. Да на черт они нужны. Мы свое дело сделали, доски выструганы, бревна обтесаны, работали не хуже, а они командуют. Пока мест они не придут, не делать ни черта. Бросай к черту. Мужики бросили доски, и пошли к деревне. На другой день Кирюха вышел за околицу, загородил глаза рукой от солнца и посмотрел на берег. Там никого не было. Потом вышел один из враждебной группы и тоже посмотрел из-под руки на берег. Там никого не было. Все похлебку хлебают, господа-то наши, сказал он, вернувшись. Ну и черт с ними. Пока мест они не выйдут, не ходить. Ах, сволочи, все дело теперь к черту полетит, говорили мужики. Там, небось, и материал весь уж развлокли. Ну, как дела? Спрашивали соседи. Плохо. Совет у нас уж очень. Материал выдал, денег выдал, и на том дело кончено. Опять на лодках придется возить. Вот наказал Бог. Экономия Около трехэтажного дома среди навальных досок и бревен сидели рабочие, готовясь приступить к ремонту. Тут до самого вверху придется подмасти ставить. Работы над ним пропасть, сказал один в теплой куртке и шапке, посмотрев наверх. Да, работы немало. Меньше двух месяцев и не сделаешь. К ним запыхавшись подошел десятник и сказал «Ребята, а ведь дом-то говорят на слом пойдет». Как на слом? Да так. Два ведомства из-за него спорят. По одному должен ремонт быть, а по другому его к черту надо, потому их план нарушает. А кого ж слушать-то? Пока неизвестно. Сейчас борьба из-за этого идет. Наше ведомство говорит, что будет ремонтировать, потому у него все права на этот дом. А что ж они раньше-то сидели, ежели у них права? Схватились спорить, когда уж договор заключили и материалы закупили. Да они раньше и не знали про него, а как увидели, что собирается что-то орудовать над ним, так сейчас покопались в бумагах и сообразили, что имеют полное право предъявить свои права на него. Ах, головушка горькая. Ну, видно, начиная, ребята. К сидевшим поспешно подошел архитектор. «Что ж вы сидите? Полдня уж прошло, а у вас и не начато ничего», сказал он. «По условию дом должен отремонтироваться в два месяца». «Да шо ж его ремонтировать, когда он, говорят, на слом пойдет», сказали рабочие. «Это еще неизвестно. Заседания коллегии не было, а мы обязаны к своему сроку сделать». «За нами дел не станет». «Ну-ка, Сидор, поддавай». «Вот так работаем», говорил через неделю десятник архитектору. «Неделя только одна прошла, а мы уж весь верх отделали». «Да», сказал другой в старой ватной жилетке без пиджака, «вон мы работаем, а там, глядишь, его судьба уж решена, дома-то нашего. А вдруг они опоздают, мы его отремонтировать успеем, пока не решать будут». «Сломать никогда не поздно», ответил рабочий в рукавицах. «Мы ремонтируем, а ломать другие будут». «Ребят, ребят, поторапливайтесь, а то строительный сезон кончится, а вы будете по подмастям тут лазить», крикнул снизу человек в фуражке с зеленым кантом. «Завитушечки-то эти получше сделай, чтобы нашу работу знали». «В лучшем виде будет». «Иван Семенович, а ведь прогуляли», крикнул сверху малый в обмотках. «Весело глядеть, когда работа хорошо идет». «Когда ломать будем, еще веселее глядеть будет», сказал рабочий в рукавицах. «Уж третий дом вот так-то строим». «Прошлый раз до второго этажа ремонт довели, а там опять другое ведомство вмешалось. Сыездного начали, по другому плану дело ударилось». «Что они?» «Разных хозяев, что ли, ведомства-то эти?» спросил малый в обмотках. «Известные дела разных. Скажем, есть пути сообщения, есть народные хозяйства, у каждого своя линия. Вот и орудуют». «Ломали бы без ремонта, дешевле бы обошлось». «Государство, конечно, дешевле, прямо его сломать». «Да ведь и то сказать, у каждого ведомства самолюбие есть. Раз оно имеет на него право, значит, и ремонтирует. А права потеряют, его сломают. Что ж сделаешь-то? И сломаешь. Ведь по закону ломать-то будут, а не зря. Вот в коллегии выяснят, кому им распоряжаться, тогда и обнаружатся». «Ребята, ради бога, завитушки получше делайте», крикнул снизу человек с зелеными кантами. «Да что вы об завитушках толкуете? Будут вам завитушки в лучшем виде». «Эй, черти, что ж гнилых досок-то так напихали?» крикнул человек с зелеными кантами. «Прокофьев, поди-ка брат сюда. Ты что же это делаешь?» «Все равно ему не жить. Что зря хороший материал гнать? Не жить. А если жить? Коллеги-то ведь еще не собралась. Что ж тогда? Твоих полов на два года не хватит. В два года его десять раз сломать успеют. Мне что ведомств мало. На одном проскочил, на другой наткнется. Тут само начало бы надо какое-нибудь дерьмо ставить. Тогда бы на одном материале сколько выгодили. Я за балки в четверо дешевле заплатил. А ежели его ломать будут? Что ж в них разбираться будут? Какие я балки поставил? А там говорят дело совсем плохо. Наши проиграют. Ну тогда вали. И правда жалко хороший материал так гнать. Вот то и дело то. он еще досок привезли. Уж из них сейчас труха сыплется, а сюда они за милые пойдут. Нам же еще благодарны будут, что сэкономили. Через месяц, когда уже были сняты леса, рабочие с утра толпились перед домом, заглядывали внутрь и, задрав бороды кверху, что-то смотрели, покачивали головами и толковали. В это время к ним запыхавшись, подбежал человек с зелеными кантами и крикнул «Ребята, победа! Дом за нашим ведомством оставлен!» «Оставлен-то оставлен!» «Да у него потолки загудели», сказали рабочие. «Как загудели?» «Да так, доски-то гнилые ведь ставили, все насквозь и ухнули». «Ах ты, черт, не угадали!» «Не что угадаешь?» «А и то сказать, убытков все равно никакого. Ежели бы он к ним перешел, то ломать бы пришлось, значит, расход. А ежели теперь за нашими остался, поставить настоящие доски, вот и разговор весь, еще дешевле обойдется. То цельный ремонт и цельная сломка, а то только цельный ремонт и еще половина ремонта. В результате экономия». КУЛАКИ Мужики сидели на бревнах, ничего не делая и лениво разговаривая. Некоторые слонялись около задворок с таким видом, как будто томились от безделья и не знали, что придумать, чтобы занять себя. Крыши многих изб были раскрыты и оставались непоправленными. В стороне на бугре виднелся начатый и брошенный на половине стройки кирпичный завод. Стояли поставленные стропила, зарешоченные орешником, и лежала сваленная солома для покрышки, которую уже наполовину растащили. К мужикам подошел приехавший из Москвы на побывку столяр и, оглянувшись по сторонам, сказал, что же это вы так живете-то? А что? спросили мужики. Как а что? Ровно у вас тут мор прошел, крыши раскрыты, скотина у вас посмотрел я в поле мало, да и та заморенная, а сами сидите и ничего не делаете. Праздник что ли какой? Нет, праздника, кажись, никакого нет, ответили мужики. По лохмотьям вижу, что никакого праздника нет, сказал столяр. Видишь, облачились. Мужики молча посмотрели на свои старые рваные кафтаны, а крайний с широкой русой бородой, как у подрядчика, сказал, по неволе облачишься. Из волости, говорят, нынче, кто это приехал. Из какой волости? Из нашей. Ты что, чисто с неба свалился? Откуда сейчас-то? спросил другой худощавый мужик, посмотрев на солнце. Из Москвы. А, но тогда другое дело. Да черт ее знает, до каких пор это будет, сказал третий черный мужик, покачав над коленями головой. Пока мест полоса не пройдет. Ведь это черт тебе что? Сидишь без дела, пропади ты пропадом. Что ж у вас дело, что ли нет, сказал столяр. Вы хоть крыш сначала покройте. Никто ничего не ответил, даже не взглянул на крыши. Только черный мужик, не поднимая головы, сказал, тут у кого покрытый и то хоть раскрывай. Из соседней избы вышел длинный худой мужик босиком, почесал бок, стоя на пороге, посмотрел по сторонам, потом прошел через дорогу к кирпичному заводу, там зачем-то постоял и опять пошел в избу. Эй, дядь Никифор, а не знаешь, куда деться? Иди, видно, в дурачки сыграй. «Пока полоса не пройдет», подсказал худощавый. «Кирпичу-то дюже близко не подходи, а то, говорят, из волости приехали, увидят, запишут». «Ничего что-то не поймешь, сказал столяр. Чтобы понимать, для всего науку надо проходить», ответил худощавый мужик. «Мы вот прошли, теперь понимаем». «И что, братец-то мой, что значит судьба окаянная? Прежде сидели, ничего не делали, потому кругом все чужое было. Теперь все кругом наше, а делать опять ничего нельзя». «А в чем дело-то?» «Да борьбу эту выдумали насчет кулаков». «А тут на местах на этих так хватили здорово, что не то, что кулаков, а и мужиков скоро не останется. Приезжают, кто у вас кулак?» «Говоришь, нету кулаков, мы их всех вывели». «А кто самый богатый?» «Самых богатых нету, а кто лучше других живет?» «Такой-то». «А говоришь, кулаков нету». «Вздумали кирпич с кумом жечь на продажу, а они приехали цоп!» «В кулачки, говорят, себе метите». «Пчел было развели, они приехали опять цоп!» «Тут лапти новые наденешь, и то они уж на тебя во все глаза смотрят, норовят в кулаки записать», сказал худощавый. «А сначала было плуги завели, веялки эти, чтоб им провалиться. Обрадовались?» «Да», сказал черный мужик, «теперь утихомерились. Веешь себе лопаточкой, оно и тихо, и без убытку». «И пыли меньше», подсказал опять худощавый. «Вот-вот». «Ах ты, мать честная, бывало в поле выйдешь, урожай, слава тебе, Господи!» «А на меднее поглядел, рожь хорошая, мать твою, думаю, вот подведет, такая выперлась, что прямо хоть скотину на нее запускай от греха». Говорившим поспешно подошел мужичок с бородкой и опасливо посмотрел на столяра, потом узнал его, поздоровался и торопливо спросил у мужиков, «Кто нынче кулак? Чей черед? Из волости приехали». «Эй, Савушка!» сказал худощавый, обратившись к оборванному мужику, сидевшему босиком на бревне. Одна штанина на левой ноге у него совсем отвалилась ниже колена. «Эй, Савушка, твой черед нынче?» «Какой к черту черед? Когда я без порток сижу, а вы в кулаки назначаете? Ни самовара, пришедший мужичок посмотрел на очередного и сказал «Не подойдет, у него вон портки все прогорели». «Мало чего прогорели, все равно черед должен быть», ответил черный. «Самовар у пузыревых возьмешь, а портки полушубком закроешь, оденешься». «Он и полушубок то такой, что через него только чертям горох сеять, сойдет». «Вот тоже моду завели». «А что?» спросил столяр. «Да все насчет кулаков. Уж им что-то представляться стало. Как приедут из волости или из города, так первое дело требуют кулаков, чтобы у них останавливаться. Ну известное дело, и самовар, и яйца давай, и обедом накорми, и на лошадях вези». Навалились на трех наших мужиков побогаче, каждую неделю раза под вас бумагами прискакивают. Мужики, конечно, волком воют. Теперь уж очередь кулакскую установили. Что по-божески значит? По-божески, не по-божески, а ведь они по-одному так всю деревню переберут, всех с корнем выведут, а ежели по очереди, все еще как-нибудь бог даст, продержимся. А главное дело работать не дают. Крышу на сарае покрыл, сейчас к тебе два архангела, в богате и голубчик пробираешься. Что ж это, по декрету что ли так требуется? Какой там по декрету? По декрету все правильно, и работать можешь смело, и хозяйство даже улучшать. А может там один декрет для нас, а другой для них пишут, и инкогнито его присылают. Навряд, а там кто ее знает. Из совета вышел какой-то человек и крикнул, эй, куда провожать, сейчас выйдет, избу готовьте. Мать честная, пойти похуже, что надеть. Спасибо, хоть по будням ездят, а то в праздник баба разрядится, но беда с ними чистая. Иная на две копейки с половиной настряпает, а издали думаешь, у нее золотые прииски открылись. Ну, савушка, беги, беги. Сначала сыпь за самоваром, потом яиц и молока у моей старухи возьмешь. Да коленки-то прикрой, черт. Дали бы ему хоть портки-то надеть. Ничего, скорее из кулаков выпишут. Савушка сбегал за самоваром и яйцами, потом пошел к совету. Приезжий в кожаном картузе с портфелем вышел на крыльцо и, узнав, что кулак уже дожидается его, посмотрел на него и сказал про себя. Кажись, доехали суккиных детей. Дальше уж некуда. в доехали Продолжение следует...